МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и толерады о компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите их в этом выпуске. Их призвание – допомогать людям. У Гомеля отзначили 100 годзе дня створения социальной службы. Подзяка за перемогу, мир и будущую. Напередо дни 75-й годовины вызволения у Мазыры повиншовали ветеранов Великой Айчинной войны. Вышли на лед. Сене у Гомеля пройшли с поборництвы по рыбной лоулі. Шесть годов подорожа у одной выставе. Юрий Берукоу представил авторскую экспозицию «Мама Африка. Свет дикой природы». А зараз об этом и иншим больше подробязна. У Гомеля означали 100 годзе службы социальной обороны. Зараз под ее опекой в области знаходится каля 400 тысяч человек. Прикладно, кожный четвертый жихар региона. История социальной службы у Гомеля почалась у Снежни 1918 года. Отдел догляду и працы клопотився об инвалидах войны и их семьях, а так само об старых и детях. У студии не наступного года постановой часового рабочая селянского урада Беларуси затвердженный комиссариат социального обеспечения, который поклал в начале государственной системы социальной обороны. Сегодня в нашем регионе в ее составе омаль пять с половой тысяч работников, которые занимаются вопросами працы уладкования, выплатой пенсии и оказанием иншей допомоги. Сирот приоритетных задач – социальная реабилитация людей с обмежеванными махчимостями. Большая работа в городах и районных центрах проводится по созданию безбарьерной среды. Большой толчок в плане социальной реабилитации проделан после открытия отделений дневного пребывания инвалидов в территориальных центрах социального обслуживания. Проводится планомерная работа и в домах-интернатах для того, чтобы максимально возможно адаптировать реальным условиям. Привитальный адрес работникам системы Державной и социальной обороны накеровау старшиня Гомельского Абл-Выконкама Владимир Дворник. Увиншавание представникам самой гуманной профессии отзначено «Вас поважают и ценят за сердечность, працавитость и готовность в любой момент оказать допомогу тем, кто имеет в ней потребу». Уколядный титдень принято ходить в гости, виншавать близких, дарить подарунки. С доброчинной миссией до выхованца у городского социально-педагогичного центра завитали гомельские эксперты. У этих хлопчиков и девочек есть родители, но из-за складанной семейной ситуации дети на некий период трапляют у притулок. Но и они не застаются без уваги и под частунков. Супрацовники Гомельского комитета судовых экспертиз принесли для каждого цукерки и печива. Головный подарунок установе – великий телевизор. Дети подрихтовали для гостей свои новогодние веншаванни, верши, песни и танцы. До речи, усяго, подчас новогодней доброчинной акции «Наши дети» у детячая установы Беларуси передали материальную допомогу, обсталеванне и подарунки на сумму каля одного миллиона белорусских рублев. Процтовники больше чем 90 организаций наведали школы-интернаты, детячая домы, больницы и притулки. Усяго на республиканском узровне у доброчинном мероприемстве приняли удел больше, как 15 тысяч детей. У понеделок 14-го студеня Мазыр означает 75-ти годы дня вызволения немецко-фашистских захопников. У городе пройдут урочистые мероприемства, присвеченные знаменальной дате. А напереды дни ветераны Великой Айчинной примали веншаванне от районной улады и депутатского корпуса. Сегодня у Мазыры живут 34 удельники Великой Айчинной войны. 14 из них – уладальники боевых узнагарод. В среду их Александр Игнатович. Свой 96-й день народжения он означает в День перемоги 9 мая. Он пошел на войну, ледь поспевшись скончить летное училище. Раньше забудешь войну. Я полтора года только на Ленинградском фронте был. С сынами воевал совсем. А потом уже пошли на Первую Украинскую и там до конца. Я пережил ее на своих плечах. Татьяне Барбылевой 98 годы берут свое. Капитан медицинской службы узнагороджена двума боевыми орденами и трыма боевыми медалями. Ветерану Великой Айчинной войны Алексею Орлову повоевать так само пришлось немало. Узнагороджены орденом Червоной Зорки, медалями за двагу, за боевые заслуги и навод за перемогу над Японией. От души хочется вам сказать – крепитесь, держитесь. Мы помним о вас. Помнят наши дети, молодежь наша. Мы готовы вас носить на руках. Вы только живите еще долго-долго. Семен Антипов у Мазыр приехал с Речицы. Ему 92. Он уладальник ордена Айчинной войны и медаля за отвагу. Заплячима десятки тяжких кровопролитных битвов. И самое головное, агульное для всех ветеранов завоевание – перемога над фашизмом и мирное небо над головой. 14-го студеня у Гонар 75-й годовины вызволения на Кургане Славы у Мазыры отбудется урочистый митинг. Сене ранится и Гомель засыпала снегом. На уборку в улиц городские коммунальные службы вывели коля 100 одинок техники. Як поведомили у городской службе ЖКГ, что день на братьбу со снегом накеровывается свыше 5-10 машин и больше, как 500 дворников. Додатково протягивается техника предприемства и организации. Расходование пешча на соляной сумесе для попереджения гололеда складает больше, как 400 тонн за сутки. Усяго с початку сезону я ее выкористана свыше 15 тысяч тонн. Снегопады протягнутся завтра, а падки прогнозуются и весь наступный тыдень. Держа-Аутоинспекция свертается до всех удельников дорожного руху с просьбой быть максимально уважливыми и осторожными в складанных дорожных умовах. Водителям рекомендуют выбирать безопасную худкость, заходячи со стану проездной частки и бачности в направлении руха. Почас мощных опадков необходимо рухаться с заключенным близким светлом фар, выбирать безопасную худкость и дистанцию. Автомобили парковать в местах, где яны не будут перешкоджать работе снегоуборочной техники. Сегодня на Гомельщине распачались с поборництвы по зимовой рыбалцы. Первыми за перемогу спрачались аматоры этого вида спорта из областного центра. В дальнейшей программе – межрайонные встречи, областные и республиканские этапы. Разом с рыбаками на лед Володькиного озера вышел наш корреспондент Олег Синсеров. Так званное Володькиное озеро – утворение штучное. Неколи тут было болото, за кого намывали песок для подавництва новых микрорайонов. Зато и теперь у гомельчан есть доброе место для отпочинку и ловли рыбы. До речи, самое глубокое место на озере – 27 метров. Что касается наявностей рыбы, то и есть у озера Шмат. По словам самих рыбаков, некоторые особенные, в первую очередь сами, важат десятки килограммов. Правда, в деньники с поборництвы, организованных Белорусским товариством полевничьих и рыболовов, об таких уловах не марили. Тем больше, что на этот раз продемонстрировать свои мягчимости необходимо было в односно неглубоком месте водоема. Сегодня здесь реально побеждает тот, кто побольше будет бегать, больше сверлить буром, больше пытаться попыток поймать, менять наживки, он победит. Потому как в этом месте рыбы на сегодняшний день очень мало. Вся рыба находится в зимуальной яме, в глубине. Поэтому для того, чтобы именно определить человека, который лучше обладает навыками ловы рыбы в зимний период, мы выбрали такое расположение. Дети, на официальный статус с поборництв для удейников в этой ящей махчемость отпочить на природе, многие пришли целыми семьями, у вогули, неких обмежеваний на таких с поборництвах неяснули. На лед запросили у всех жадающих, мужчин, женщин, детей с 12 годов, аматоров и профессионалов. Ровеси выходные перед телевизором – такая перспектива явно не для этих людей. Посмотрите на природу, идет снег, замечательный воздух. Это люди, общение, друзья всегда. Те люди, которые сидят на диване, наверное, это не лучший способ провести свое время. Вот, всегда здесь, на водоеме, можно отдохнуть хорошо, друзей найти. Вот, это вот, в этом, в этом весь секрет. Зимовая рыбалка – процесс не протяглый по часу, а тому и с поборництвом проходит худка. Уже на наступную субботу запланованы межрайонные встречи, потом областные и республиканские этапы. Правда, только официальной часткой у Гомской области все летовые решили не обмяжоваться. На проконце студенец и на початку лютого пройдет фестиваль рыбной ловли. Местом его приведения вероятно так само станет Володькино озеро. Причем на лед запросить не только дорослых, а и детей у всех взрослых. Организаторы обещают, что это будет соправданное свято на природе. Мы популяризируем этот рыболовный спорт, все же это активный образ жизни, чтобы детки видели, как это развитие наше идет в целом. Вместе с тем мы на такие соревнования выдаем призы и детям, мы вовлекаем их, выдаем билетики, прям непосредственно уже на льду, при желании родителей, чтобы мальчишка или девчонка вступили в члены юного охотника и рыболова. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадо «Компания Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня в Гомеле запустили креативную хвалю. Миновата так называется проект, який закликанный объеднать творчих людей у разных сферах. Наши корреспонденты подекавилися под обязанностями. Ничего подобного в Беларуси еще не проводили. На протягу тыдня у выставочной зале Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны будут збираться творчие люди, объединенные неким захоплением. Малюнок, декоративно-прикладное мастерство, рамесництво, музыка и театр. Профессионалы проведут мастер-классы для починающих. Задача проекта – креативная хваль, да помогчи кожному дельнику раскрыть свой потенциал. Идею его проведения выказали на факультете психологии и педагогики. Прошим, сами так захопилися Юю, что реализовали усяго за полтора месяца. Собрать всю молодежь, которая хочет чего-то сделать, нашу инициативную белорусскую, и показать ее друг другу, чтобы они наладили контакты. И где это делать, если не в нашем университете. Поскольку в нашем университете уделяется много внимания как образованию, так и развитию личности студентов. И еще одна мыта креативной хвали объединяет специалистов разных сфер деятельности для реализации совместных проектов у тымлику коммерциейной накированости. Размова у першую шаргу об развитии в Беларуси так званой креативной экономики. У ее самый главный, самый каштовный и дорогий продукт, новые идеи и технологии. По великим рахунку, размова идет об развитии всех интеллектуальных галин и их взаимодополнении. Гомельская креативная хваль – спроба допомогти представникам разных накерунков разом пропоновать новый инвестиционный продукт. Сегодняшнее событие – именно открытие этой креативной волны. Здесь сочетание творчества, сочетание инноваций, стремление людей обучаться на протяжении всей жизни. И это действительно является будущим для нашей страны. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». В Головном статистическом управлении Гомельской области опрацовывают выники первого этапа перепису насельництва. Нагадаем, наприконцы минулого года регистраторы удокладнили адресы всех иснуючих будинков. Зараза – где подрыхтовка базы даденных. В Гомельской области в первом этапе задейничали около 200 человек. В первом этапе это были работники организации жильево-коммунальной господарки. И они обследовали все будинки, у которых проживают, тим могут проживать люди до момента проведения перепису насельництва у Кострышнику 2019 года. Под увагой оказались, як дзеючие будинки, так и те, что зараз будуются, а так само занятые организациями. В настоящее время мы обрабатываем результаты работы регистраторов. И уже на основании вот этого материала, который мы получили, будем строить переписные и счетные участки. Переписи будут проходить у нас в два этапа. Первый этап – это интернет-переписи и переписи на стационарных участках. Ну а второй этап – это уже будут переписчики делать обход домов и опрашивать граждан. Переписчики, як и регистраторы, будуть працаваць на планшетных компьютерах. Гэта дозволить позбегнуть помылок при заполнении электронных переписных листов и поспрояя больших худкому подведению выникау. В областном центре появилось новое аматорское объединение – городский светский клуб. Первую встречу его организаторы просвятили историческому подорожью до вытока у традиций святкования рожства Христова и Нового года. Гости светского вечера зазернули у 19-й стагодзе. Послухали урывки из мастацких творов, калядную музыку того часу и побывали на занятках по основах бальных танцев. Варта отзначит, что городский светский клуб – это суместный проект Центральной городской библиотеки имя Герцена и студии исторического танца Корунки Кроков. Идея возникла у нас в студии. Дело в том, что до сих пор мы занимались в основном танцами. То есть мы готовились и посещали танцевальные мероприятия. Балы, музыкальные вечера, светские вечера. И нам пришла идея заняться чем-то принципиально другим. В качестве прототипа нашего сегодняшнего светского клуба мы взяли светские вечера, которые, в принципе, проводились в 19-м веке, в начале 20-го века, когда собирались люди не потанцевать, а пообщаться. То есть это были и литературные вечера. Они обсуждали там какие-то статьи, какие-то нововведения. Стать удельником клуба и светских раутов может любой жадающий. Организаторы плануют проводиться встречи регулярно, просвещать их святым, подеям, юбилейным датам. Шесть годов подорожа у одной выставе гомельский фотограф Юрий Беруков презентовал авторскую экспозицию «Мама Африка. Свет дикой природы». А матра у фотомастатства запросили у музея фотографий и другу. Улику первых выставу убачила Евгения Кухаронак. За свои 20 годов подорожа он побывал у 63 краинах Европы, Азии, Паудневой Америки и Африки. Гомельчанам другий год запоршанцуя на своего чебашись работы Юрия Берукова. Летось он выставлялся у этой же зале из экспозиции «Мама Африка. Племены и традиции». Зараз подошла шарга показать спякотный континент у іншем ракурсе. Я езжу каждые несколько месяцев в разные страны. Из каждой поездки привожу 20-30 тысяч фотографий. И естественно, что потом, до следующей поездки я только занимаюсь тем, что перебираю их, сортирую, выбираю лучшее. Очень много времени занимает. Поэтому, конечно, всегда самый большой труд – это выбрать фотографию, выбрать лучшее. Плануется, что цикл выстав будет иметь протяг. У фотомайстра уже навод есть задумки на этот хонд. Следующая часть, наверное, будет про африканские пейзажи, потому что действительно пейзажи там тоже впечатляют. От пустынь, дзюны пустыни Намиб до вулканов, великой рифтовой долины разлома, озер огромных. Танганика, Виктория, Ньяса, на которых я тоже был. Ну а четвертая часть, она будет вообще про жизнь обычных людей. На выставе представлено колясо рака с дымков. Как рассказывает автор, есть работы, которые были с правдной удачей, а я наведомо с подорожней, чем отважным. Там фотография есть, где одна зебра другую ударяет на фоне фламинго. Конечно, это момент, который нужно было подловить, просто нажать вовремя на кнопку. А есть фотографии, которые были просто большой удачей. Например, первая фотография, где огромный львиный прайд идет по дороге, 18 львов. Ну, на самом деле, я был в Саренгете четыре раза в Танзании. И вот только в четвертую поездку так повезло, чтобы прямо 18 львов вышли на дорогу и прямо шли, потерлися на нашу машину, пошли дальше. Потом легли недалеко. В общем, это большая удача. У Юры Аберукова, яке у кожных фотографа, есть фотосдымки, яке засталися только во уластной памяти. Им енда разжить, а по кульс падеется на отримане новых уникальных кадров. Евгений Кухарунак, Евгений Макенка, телерадо и компания «Гомель». Это и так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.